Вся общедомовая собственность, прилегающая территория, лестничные пролеты, балконные переходы, подвалы, чердаки, паркинги и многое другое неделимо. Принадлежит всем сразу и входит в состав объекта кондоминиума. Позаботиться о юридическом статусе своего дома необходимо всем жильцам, точнее, квартировладельцам. Я могу вам сказать, если сегодня не зарегистрировать этот кондоминиум, то у вас потеряются подвалы. То есть, кому они будут принадлежать, они могут вас не пустить для обслуживания ваших коммуникаций. Вы будете просить их, даже они могут вам и аренду выставить за то, что через их помещение проходят эти коммуникации. Если, допустим, условно говоря, даже вот взять такое, ну, абсурдное положение, если я, допустим, буду единственным собственником своего подъезда, то я через подъезд вас буду пропускать только за деньги. Ну, согласитесь, возможно это такое, понимаете? Поэтому все, что у нас, вот нам принадлежит, то, что мы выкупили, кондоминиум, он должен принадлежать всем жильцам. Государственная регистрация объекта кондоминиума проводится по заявлению инициативной группы, состоящей не менее чем из двух собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома. Если в доме что-то изменилось, перестроилось, перепланировалось, например, пристроили магазин или салон красоты, то внесение изменений в правоустанавливающие и идентификационные документы производится за счет инициатора изменений. При государственной регистрации объекта кондоминиума, в котором были изменены идентификационные характеристики, указываются общая площадь многоквартирного жилого дома, включая земельный участок, состав общего имущества объекта кондоминиума и размер доли в общем имуществе объекта кондоминиума, приходящийся на каждую квартиру, нежилое помещение, находящееся в собственности, общая площадь квартир и площадь нежилых помещений. Если кто-то уменьшил или увеличил площадь своей квартиры, в связи с чем изменилась его доля в общей собственности, все эти моменты подлежат государственной регистрации. Что касается земли, то регистрация придомового земельного участка осуществляется по решению местного исполнительного органа при подаче заявления инициативной группы. И когда человек покупает, платя за квадратный метр, он покупает все это имущество. Касается всего здания, всего прилегающей территории. Если человек считает, что он только купил квартиру, все это, и остальное его не касается, но оно в конце концов придет в разрушение, и твоя квартира потеряет цену. Если твоя квартира, ты даже сделай там дворцовый стиль, но при этом дом будет в плачевном состоянии, оно не будет иметь стоимости. С новыми многоквартирными домами дело обстоит намного проще. Еще до начала продаж квартир и нежилых помещений государственную регистрацию многоквартирного жилого дома обязан обеспечить заказчик, то есть застройщик. В законе о государственной регистрации прав на недвижимое имущество оговорены четкие сроки поставки объекта кондоминиума на учет. Не позднее 30 календарных дней с момента государственной регистрации права собственности первым собственником квартиры или нежилого помещения в многоквартирном доме. В нашем случае вот кондоминиум нашего дома произошло, у нас еще более польза. Мы когда дом построился и мы с собственниками собрались и определились, может быть мы возьмем и разделим подвалы, ну каждому там закуточек и все. Посчитали на 432 квартиры, не хватит этих мест. И чтобы найти компромиссное решение, мы решили, что управляющая компания будет сдавать это все в наем. И полученные средства будут идти на наши общие нужды, на содержание нашего дома. Вот я, например, сегодня хочу сказать, что мы с жильцов получаем 23 тенге с квадратного метра. Такого нет. Но на самом деле за счет наших вот сдачи в аренду подвалов мы содержим дом на 72 тенге. Сами квартировладельцы многоквартирных жилых домов станут ответственными за свои дома и придомовые территории. Не нанятая со стороны КСК, не Акимат или Маслехат. Именно жильцы будут решать, как им действовать дальше, что ремонтировать и что сдавать, откуда брать деньги и на что их тратить. Таким образом, государственная регистрация объекта кондоминиума – это первый шаг многоквартирного дома, независимости и повышению ответственности собственников квартир.